И я вот сейчас по позициям хочу посмотреть. Гарлем находится на седьмом месте, да, если я ничего не путаю. Один из поражений, что же касается Стокна, 27 игр, 9 побед, 18 поражений. Сегодня, наконец-таки, появляется, ну, номинальный, но большой. Давайте выдыхать доехал, наконец-таки, после долгого-долгого отсутствия. И, да, тут даже Юшков Егор есть, и Якушев есть. Поэтому, ну, может быть, Константина и нет, но Стокна сегодня уверен, что еще борьбу тут полноценную нам сумеет продемонстрировать. Тем более, удается его заставить мяч вернуть на периметр. Сауканин будет убегать, сразу выбрасывать не стал. Так, на всякий случай, саккуратничал. Аккуратацию проводя за счет заслона, ты супер преимущества все равно не получаешь. Ой-ой-ой, на Беллинина, ой, на Беллинина, на Юшкову, конечно, передача сейчас просвистела, прошла. Так, с самого старта матча вы с нами. Козлов пробует треху, не попадает. Савин, ууу, оу, реверс, реверс. Ну, а почему-то показался рядом, как можно было и потерять этот мяч. Фролов, три, не попадает. Стариков одной рукой добавил, уговорил, знаете, уговорил этот мяч. Подбор, Козлов почему-то очень далеко от кольца оказался в этом моменте. Фролов, три очка, есть попадание. Но я говорю, что Стоктон, есть атака с быстрого перехода. Филатов, здорово, на перехвате. Ба-бам, есть взлет, есть падение. Все как нужно от Юшкова. Спадшага, койца Васин. Что придумал? Увидел, увидел набегающего. Хорошее взаимодействие. Саукань, ну, с этой дистанции трубе, не трубе он попадет. Эти парни. Вперед трех. Опять, насколько Саукань оказался ближе всех к мячу. Беллинин. Ну, вот это то, что должно работать весь матч. В принципе, очень быстрый переход. Очень много передач на Каслова. Это, конечно, хорошо. Но, с другой стороны, нужно какое-то разнообразие. Но, тут аккуратный тандем Васин-Сауканин решают. Вареный, крепкий. Не знаю, как насчет, как бы, практики баскетбольной. Много играет или нет. Но в форме находится, судя по всему, в хорошем. Очка 31-го номера. И Стариков говорит, моя вина. Рук не поднял. Мяч получил 14 на 17. Тем временем. На 20. На 20, я тут прошу. 5 секунд. Интересно. Первый раз такое вижу. Степанов очень долго готовился. Так, будем смотреть. Ладно, да ладно. Там диалог между Лешей и Дмитрием. Ну, а пока передачка в краску заваливается сейчас. Да, да, провалился. Провалился мяч в кольцо. Фролов. Ну, вот пока немного. Взаимодействует, говорит, не сегодня. Ну, по крайней мере, точно не сейчас. Степанов. Хороший прыгнуть. Ну, Степанов прям красавец. Степанов прям большой молодец. Не надо, а тут просит цепочку снять. Мне кажется, если бы Дуэйн Уэйт был... Наблюдал бы за этим матчем, он был бы доволен. Я напомню, что Дуэйн Уэйт лучший блок. Наверх. Власен. 21-я трешка и три попадания. Ну, что ж. Каждая седьмая. Очень здорово команда на фастбрейках работала. Я не понимаю вот это вот повальное желание забивать трехочковую. Воу. Мощь. Александр Таран. Савельев. Ну, через зону передачи, конечно, рискованно. Такие Савельеву отдавать. Что, будет сверху? Будет сверху. Все ждали от Васина в прошлом матче с Мичиганом. Полезных действий от Александра Савельева в атаке. 23-я пошла. Более разнообразным выбором. Такие в красочку передачи двигаются хорошо. Юшков с периметра. Свободная треха. Ну, дальние броски, конечно, на усталости Стоктона защитой периметра будет все сложнее и сложнее. Тем временем, Кольщиков забил. И, соответственно, ему свисочек раздается. Да, вот вам и как. Слав добивается результата. Ну, ай-яй-яй, решили играть в передачу наверх. Три секунды. Васин три. Забивает Васин три. О, успели выйти. Команду соперников как-то трогать. При таких раскладах, ну, как бы, это не совсем красиво выглядит. Команду соперников как-то трогать. При таких раскладах, ну, как бы, это не совсем красиво выглядит. Гарлем красиво выглядит. Гарлем в этом сезоне тоже терпел поражение и безоговорочное поражение. Никто же в сторону Гарлема никаких, скажем так, вот эта ссылочка. Да, наглость она, города берет. У Хнафролова классная передача. Даже без Воронцевича есть кому отдавать вот такой фулкорт-ассист. Крутая история. Мне очень нравятся именно болельщики, которые, знаете, не против соперника, а за своих. Вот это вот всегда приветствуется. Тут вообще никаких разговоров. Ганс, который тоже на эфирах, когда оказывается, обязательно какую-то поддержку отправляет. Так что спасибо. В любом случае, ребят, я сейчас к тому, что благодарен, благодарен тем, кто имеет возможность, прежде всего. Ну, а дальше Савельев непонятное такое взаимодействие. Юшков, хорошие два шага. Ну, этот парень в краске, что в краске, что на периметре, конечно. Шоттерс, Козлов, три. Очень спокойно. Вроде даже и Беллинин рядом стоял. Вообще, Семен Слабый, дайте Васину поставить. Джордж Шанталей тут у нас пишет. Тоже не приехавший игрок Гарлема сегодня, но пробует. Если есть возможность, почему бы и нет. Пролов в угол на Кочетово успевает мяч вернуть на периметре. Стариков, три, есть. Вообще, Стариков, я говорю, в прошлом туре, ты человек. Якушев не добивается, да-то под кольцом, но Сау Кунин очень хорошо партнеру помогает. В краску зайди. Ну, и вот он, выход один на один. Бам! Хорош, хорош, с отяжечкой. Ну, я повторяю, что, конечно, этот парень. Свою атаку шиповало в трехсекундную. Скидка на Каслова. И вот, ну, Каслов явно, мне кажется, набирает сейчас обороты. Прям. Бам-бам-бам, действительно. Дима, спасибо большое. Ушел, 150 рублей прилетает. За поддержку Леша агитирует, помогает мне дособирать людей, которые поддерживают не только просмотр, выход на свободное кольцо. Гарлем до 56-ти довел уже счет. Ну, конечно, за сотку в этом матче вряд ли. Он довел уже счет, но, конечно, за сотку в этом матче вряд ли. Он перепрыгнет, шиповало. В трех секундах бросили. Женя не стал тот придумать что-то супер... Потому что задержка на YouTube идет. Так что я какой-то момент, видимо, упустил, про который сейчас Миша написал. Где там нужно было сверху. Если не хватает сегодня Фролову. Дима, я уже говорил, что он себя очень здорово проявляет как шутер. но бывает почти где совсем не клеится а тут передать а слова есть забранный мяч козлов 3 туда так так ну что мяч просто гарлем гарлем касло полукрюк шагов такая классика 49 58 меньше десяти разницы осталось били не ну а кто как не он кто как его нужен кто-то был кто забьет спокойный 2 как баскетбол играть и приходить драться бить посильнее там немножко другом спорте это можно делать это можно делать но надо для этого там в клеточку либо в определенных видах спорта еще и лежачего можно бить здесь все-таки игра немножко про другое я если честно не понимаю к чему такие призывы чему такая агрессия абсолютно непонятно салканин хороший реверс вот это может сейчас конечно папа под обидеть очень он парень атлетичный мощный я думаю что была бы игровая практика постабильнее конечно чувствовал себя поувереннее с мячом фролов из угла не будет бросать степсайт вот так вот улучшил позицию есть попадание 68 54 ну юшков сейчас спокойненько аккуратненько должен справляться трюк как и лейкер с сенсенате что я там покомментирую ложь георгий шантале отправил стукают нет никакого смысла еще раз повторюсь то есть другой вид спорта беллинин с проходом 2 протиснулся протиснулся ну там болельщик и болельщики стоктона просто очень очень эмоционально за команду переживают почта почта со средней ну хорошей юшков не пытается тут оспорить говорить ну было так было у хорошая скидочка на степанова аккуратно 2 очка ну целом немножко не хватило мне кажется правильного использовать ну не то что правильно получалось краски делать то что можно было бы делать при наличии таких вот гарлем доконтролировал очень сложно представить что гарлем этот матч упустит ну то есть прям ка он совсем должна перестать попадать фролов забивает треху стал мне кажется было больше шансов решил в пол ударить в итоге естественно усложнили сауканин аккуратные два шага и тренировочном формате про лов треха свободное есть попадание ну за 60 стоктон в итоге переходит 5 секунд и